Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Саффид Животик втянуть, красивенько, живот втянуть, плечи назад, грудь вперед, я такая оргазмическая Просто супер оргазмическая, сейчас еще губы накрашу, ах это Таиланды, ах это Таиланды в Санкт-Петербурге, где шикарные, где супер шикарные погоды Сейчас накрашу губы Ох, зеркальце, немножко так зеркальце Можем постороннее Ох, навести еще больше красоты, еще больше красоты Ох! 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 Ох, ветерок, какой сейчас хороший ветерок вечером, когда он открыт, знаете, это вот проветривается, шикарно. Шикарный небольшой скрытничок. Шикарный небольшой скрытничок. Ну да, в системе пиджачок. В системе пиджачок сегодня пришлось, или какая-то система, я как-то ее надо по-своему назвать. Нет, это не система пиджачок, это немножко, знаете, такая система пиджачок, но это такое ноу-хау, Татьяна Салмановна, Макту Сайфулин. Эта система называется такая, срочно быть как Мисс Вселенная. Ну да, срочно, чтобы видео заснимало тебя как Мисс Вселенная, и чтобы тебя видели как Мисс Вселенную, потому что красота – это великая сила. Когда мужчина видит такую шикарную, представляете, мужчина, вдруг видит перед собой, не знаю, Габриэл Ислер, понимаете, да еще в каком-нибудь таком этом платье, ну понимаете, разве может ей отказать? Ну в смысле там каких-то вот этих, что это там такое? Ну в смысле там в зубной поликлинике. Как вы думаете, если такая Габриэл Искрев придет и скажет, знаете, вот мне нужен вот этот зуб, там вот это, вы думаете, ей откажет? Если это будет мужчина. В этом заключается система. Она называется так, срочно, чтобы глаза этого мужчины видели тебя как Мисс Вселенная. Ну да. Теперь вот Ломанна немножко шутит. Он просто когда оттуда вышел из этого кабинета, я поняла, что как бы вообще, как бы, я в принципе, знаете, как вот это вот, по системе Наталии Правдиной, как Наталья Правдина говорит, что куда-то она там в офис пришла и поняла, что в общем как-то лучше от этого. И на самом деле атмосфера была такая, что лучше надо было оттуда, в принципе, какая-то нервозная, в общем, понимаете? И вот это нервозная, понимаете, вот это вот какое-то, когда он вышел из этой вот этой двери. Ну вы понимаете, да? Я психоподробностей вам говорить не буду. Я поняла, что нужно срочно что-то делать. Я поняла, что нужно срочно делать что-то. Так что вот, корень дуба мне все равно надо было тащить. Вы поняли, да? Корень дуба мне все равно нужно было тащить. То есть было два варианта. Два варианта было. Или что-то срочно делать. Вот. Или оттуда, конечно, уходить. Зеркальце, надо починить зеркальце, потому что такие мужчины, как он, такого мужского, знаете, такого военного склада, они не терпят, в принципе, вот это вот. Ну, конечно, вышестоящее начальство по рангу, по званию, они, конечно, ну, вы понимаете, да, там уже как бы no comments. А так вообще, в общем, это вообще бесполезный номер. Бесполезный номер. Знаете, как говорят, огонь на огонь по школе очарования. Огонь на огонь, это получается вообще, знаете, вот это большое пламя, такая вспышка. Ну, вы поняли, да, по энергетике, поэтому по фэн-шуй, по школе очарования. Ну, в принципе, там особо проблем не возникло, потому что если бы он как-то по-другому выглядел, он, в принципе, знаете, кроме какого-то такого, ну, может быть, в ночи, ну, может быть, он уставший был, там, слишком много… он говорил, что слишком много народу. Ну, сейчас у тебя опять 5 народ поедет, много народу, ну, может быть, человек, ну, найти, люди много работают, устают, мало ли, вот этого. Много работы. Знаете, как это? У меня вот мой бывший муж, Пария Максвилданский, очень много работал, хотя я не думал, чтобы он как-то вот это вот, он вообще такой позитивно-положительный всегда был. Вот. То есть человек работает шесть дней в неделю. Представляете, если врач работает шесть дней в неделю из семи. Мысль-то основная здесь была, мысль основная. Я ж вам написала, я когда оттуда вышла, такая вообще окрыленная, кстати, он мне вырвал этот зуб, я вообще такая вышла вся окрыленная, говорит, что вот эти вот бахилы я выкинула и вообще подумала, я правда так и подумала, почему мне не 18, почему мне 49 лет, где мои 18 лет, я искренне так подумала, так что и вот. Ну так же искренне, я просто вам вот говорю, в моей 18, он бы даже в мою сторону, я бы даже не посмотрела, так что и вот. Давайте пошепчем о чем-нибудь таком эротическом, ах, этот секс, ах, эта колонка, Кэрри Брэдшоу с этой колонкой секс в большом городе отдыхать, ну да. Чем отличался этот богатый парень на тюнинге, на этих волосах, вообще такой студент, понимаете? Тут студент, все, у него там и прическа, и все, и про часа, понимаете? И часы, и прическа, и симпатичные, и все. Я даже не знаю, можно такое говорить, но вы же все равно не знаете, о ком вообще речь идет. Так что, вот, может быть, у нас у нас такой вымышленный персонаж, может, это вымышленный вообще персонаж. Так что, вот, если вы их сравните, подумаешь, и тот при деньгах, при таких вот, и вот это, да, вот так вот, если мы их сравним. Так что, вот, если мы их сравним. Понимаете, понимаете, они просто разные, вот. Ну, скажем так, чтобы они оба не обижались, знаете, чтобы они оба не обижались, как это поймать двух, одни, а там, в общем, двух зайцев, короче, нет, с двумя зайцами погонишь, в общем, нет, сразу, сразу, короче, вот эти, про эти, про что там? Чтобы никому обидно не было. Хотела посмотреть, а потом, ладно, думаю, так скажу. Возможно. Хотела сломанно, берется предположить, знаете, один такой, знаете, такой, один такой, знаете, для любви, а какой-то такой для страсти. Ну, вы поняли, да, мы с вами шепчем себя таком о сокровенном. Я правильно понимаю, что и никто из них обижаться не будет. Правильно? Правильно я поняла? Так что, вот, я правда подумала, такой типаж. Не знаю, может быть, писать такие. Что-нибудь надо какие-то женские романы почитать, может быть, начать писать женские романы, что-то они там, где-нибудь такое придумывать, знаете, откуда они берут эту информацию, не знаю, из личного опыта они берут. Откуда они женские романы, знаете, это же там всякие вот эти вот интимные подробности, откуда они все это берут, эти книжки. Я вообще не читала ни одного женского романа. Спасибо. 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 Будьте добро. Творите благо. Будьте щедрыми. Ибо кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Так. Что это такое? Какие-то такие цитаты. Благодать Господа не сходит на вас, когда вы танцуете, а не стоите в позе мученика. Бог любит жизнь. Он есть жизнь. И каждое мгновение он творит жизнь. Пишет Санлай. Счастье, блаженство и радость притягивают к нам все хорошее, в том числе богатство и процветание. Кстати, книгу. Я посмотрела аудиокнигу. Загрузила на Монстренд вконтакте. И пока кушала, послушала часть этой книги. Ну, честно сказать, ну что сказать, начало. Я там сколько? Минут, наверное, 15-20 послушала. В принципе, для общего развития, может быть, и надо это сделать. Аудиокнигу послушать. В общем, как завоевывать государство. Как там вот это вот, что так. И честно говоря. В общем, даже не знаю. В общем. Ну, сама, может быть, для общего развития даже записать. Там, понимаете, целая теория есть. Что, как, понимаете, проверено. Хотя это, знаете, сказано, что это было 500 лет назад. Ну, в общем, там, это раньше, то есть, я не знаю. Прошло, прошло уже, знаете, вот это вот 500 лет, что-нибудь изменилось. Я просто помню, по-моему, это и книга была. Это книга, которую советовал почитать Султан Сулейман. В фильме «Великолепный век». По-моему, это была книга государства. То ли ему в подарок кто-то прислал эту книгу. Что там такое было. В общем, об этой книге шла речь. Так что вот. Просто, знаете, я по фильму помню, что в гости, в другие, знаете, вот 500 лет назад, наверное, в гости так вот не ездили. Я не помню, я не помню, знаете, там огромное количество серий в этом фильме «Великолепный век». Вот, и чтобы он в гости в другие государства ездил. Вот когда он, знаете, у него столько было завоеванного государства, он, наверное, и как там, и все, наверное, у него посетил, посещал ли он все эти вообще государства свои завоеванные. Хотя я, наверное, там и посещал. В общем, как-то так. А так он в гости не ездил. Там по фильму показано, что он был ли у себя в дворце или в походах. Так что вот. Хорошо. До слова. Там, он вперед. Кому один. Товерно. Ну, крылья. rieb. Товерно, поит… … окружите себя успешными доброжелательными понимающими вас людьми 21 глава читал я полностью это было вы думаете какие отрывочки то что выделено ну да живите там люди которые преуспевают и отлучают особую энергию энергию успеха и богатства как вы думаете на чем основан феномен звездного успеха известные кинозвезды актеры или писателя почему так много фанатов идут на концерты любимого певца посмотри почему дома не посмотреть концерт автографы да да такие люди обладают особой энергетикой успеха и многие хотят просто побыться в этой ауре и впитать хотя бы частичку их энергии если вы посещаете места где бывают богатые люди вы имеете возможность питать исходящую от них энергию богатства и преуспевание как говорил богатейший человек анасис живите пусть даже на чердаке но в доме где живут богатые люди спускайтесь с ними в лифте даже при таком мимолетном пребывании в радиусе богатых к вам переходит часть энергии успеха от этих людей общайтесь преуспевающими людьми в той области в которой вы хотите достигнуть успеха поймите что фортуна и его величество шанс приходит к тем кто начинает двигаться в выбранном направлении то есть действовать а не к тем кто только мечтает и ничего не делает составьте список из 10 фирм вооружитесь позитивом позитивным настроем меня все любят и помогают во всем я знаю что все возможно и вперед это у меня это я на место восемьдесят четвертая книга то есть четвертая страница моих и благодарность благодарность это ключ который открывает каналы до духовного измерения и и путем мира при успевании богатства благодарность приближает все хорошее все желаемое нами человек благодарным и добрым сердцем всегда будет процветать и притягивать к себе прекрасных людей счастье так что мы о благодарности говорит как наталья борисовна правдина так и тони роббинс так что вот и приравнивает благодарности к молитве к мантрам и как вообще она уже с вами одном видео говорила как улучшить твою карму так что благотворительность благодарность добрые дела молитвы клаус джоу вы рассказывает свои книги они не обыкновенном продавцы которому удается продавать в три раза больше товара чем это делают другие в чем же его секрет а в невероятному успеху его привела совершенно определенная устанавливать внутреннюю установку установка на любовь и благодарность жизни за все этот человек благодарит даже тогда когда ему не удалось показать свой товар он благодарен за все и преисполнен любви благодарите и вы станете своеобразным магнитом притягивающим добро изобилия и процветания сердце наполненная благодарностью способно творить чудеса пусть благодарность станет частью вашей жизни там ремонтирует машину погода хорошая в общем вечер выходной ремонтирует машину машина и 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 , и и и и Я вот просто вот себя, я вот Татьяна Салман, уже такой вот этот опыт, такой вот опыт, если вот Татьяна Салмана, если вы, например, увидите, что кто-то, например, там вот в окно куда-то там вот лезет, вот это вот, я вот просто сама вот сейчас подумала, ну, мало ли там, не знаю, буду ли я что-то делать, я не знаю, там, сообщать это в полицию или, в общем, как-то предпринимать какие-то вот эти вот действия, я не знаю, там, как-то, в принципе, ну, если вот видишь там, что, в общем, как-то, вы поняли, да? Я не знаю, надо подумать. Писать, например, на моей странице, а зачем мне этот негатив? Вы понимаете, да? Если писать на странице, зачем мне этот негатив? А в полицию я точно звонить не буду. Это точно, это вообще исключено. Самое большое, если я решу сообщить какой-то негатив, Васильеву Ильяночку телефон. Такое, подобное. Если я кого увижу, я сообщу Васильеву Ильяночку телефону. Так что, это самое большое, что я смогу для Вас сделать. Ну да, если я захочу разговаривать о каком-то негативе. И подумаю. Короче, вот я сказала, а там уже, как говорится, чтобы как-то вот не чувствовать, что я вроде как вот что-то там в видео, например, но не сообщила. Так что, вот, я это, короче, знаете, вот так вот скажу, прощая на то, что, ну, я вот поделилась этой информацией, в общем, как-то вот так вот. Ну, вот поделилась, и, в общем, а там как вот это вот. А там уже пусть решают сами. Знаете, как говорится, я вот так вот информацию передала, а там пусть сами решают, потому что потом, знаете, вот так вот думать, что вроде как надо было как-то вот это отреагировать, а не отреагировала, а это мне надо. Это мне совершенно не надо. Подойдите к зеркалу и заявите, что вы божественно привлекательны, вы чудо, вы неповторимы, что с этого момента вы любите и обожаете себя. Вот на чем нужно конкурировать. На красоте. Помните, когда вы доверяете себе, вы доверяете мудрости, которая создала вас. А когда вы сомневаетесь в себе, вы ставите под сомнение тот самый божественный интеллект, который доставил вас сюда. Знаете, что универсальные законы процветания и изобилия никто не отменял. Знаете, что если они работают для других, они будут работать и для вас. Я люблю, уважаю и ценю тебя. Я сокровище, чудо, само совершенство. Меня ждет достойная награда и большой успех. Я само совершенство. Поверьте в себя, поверьте в то, что вы уникальны, талантливы и заслуживаете всего самого лучшего. Тогда так и будет. Скажите и внушите себе, чтобы свободно от любых ограничений и войны делать то, к чему стремится ваша душа. Как изменить свою самооценку? Только представьте, каких высот вы можете достичь, если будете проживать каждый свой день в соответствии с лучшим представлением о самом себе. Это слова Нила Дональда Волша. Ваши власти изменить свое отношение к себе и представление о себе, найдите в себе достоинства. Скажите себе, что они у вас есть. Вспомните свои прошлые успехи, даже самые маленькие, кажущиеся вам незначительными. И придайте им важность. Начните вести себя как уверенный, счастливый и успешный человек. Вам кажется, что это невозможно? Возможно, друзья мои. И тогда произойдет очень интересное. Вы почувствуете себя уверенным, счастливым, привлекательным и успешным. А самое удивительное, что и окружающие станут воспринимать вас совсем по-другому. Они начнут замечать вашу красоту, уверенность и силу. Происходит удивительное преображение человека, когда он понимает, что внутри него скрыта необыкновенная сила и безграничные ресурсы. Осознание этого плюс любовь к себе помогают открыть эти ресурсы и выпустить эту силу на свободу. Как вам такая мысль? Вы само совершенство. Надо это просто принять как факт. Как истину. Вы совершенны, уникальны и неповторимы. Нет ни одного одинакового человека. Все мы разные. У каждого свои таланты и способности, дарованные нам творцом. И наша задача понять это. Принять себя и раскрыть свои таланты. И совершенствовать свои способности. Покажите своему сознанию новую модель поведения, вашу новую индивидуальность. Для того, чтобы наши обстоятельства изменились к лучшему, вы должны сначала измениться сами, в будущем. Мы видим мир таким, какие мы сами. Каждый видит его через свою притму. Какие мы, такой мир окружает нас. Это истинно, уже много веков. В крупном плане я показываю. Сейчас я включу свет. Это видно улицу. Это видно. Круто. Толсты. Круто. Ну что, показываюсь я крупным планом. Так что вот, ах, это 30 градусов жары. Больше, конечно, нужно, знаете, на самом деле, заниматься. Знаете, люди на самокатиках, вообще пешком, такие пешие, красивые какие-то прогулки по такой уже вечерней погоде. Совершенно шикарные прогулки, можно шикарно гулять, заниматься спортом, двигаться, больше двигаться. Так что вот. Ну что, в крупном плане. Вы знаете, такая вообще здесь такая, вообще, в крупном-крупном плане себя здесь еще показывает, что уже мало на детских местах. Так что вот. Бесплатно по бесплатному медицинскому полюсу записалось на лечение кариеса. Вы там приходите, показываете, предъявляете паспорт, полюс бесплатного медицинского страхования и записываете, берете талончик к врачу. Ну, для этого нужно, чтобы дежурный врач посмотрел, что вам нужно лечить зубы, а у меня там уже врач дежурный смотрел, что мне нужно лечить кариес. Так что я записалась. Ну, запись это даже не на следующую, даже не через неделю. Так что вот. Судя по запись, знаете, знаете, такое у них, как там, как в Америке. Если хочешь в Америке записаться тоже к зубному врачу, да, в общем, не сразу попадешь к зубному врачу. Ну, это и хорошая поликлиника, в общем, вы понимаете, да? Ну, так что вот такие вот дела. Спасибо.